Сооснователь Яндекса Аркадий Волож дал первое большое интервью с начала полномасштабной войны. И сразу после завершения сделки по Яндексу российская и международная часть компании наконец разделились. Воложа российский Яндекс теперь не принадлежит. Впрочем, подробности сделки предприниматель не раскрыл. О давлении властейца, которого был вынужден выйти из бизнеса в России, также не рассказал. При этом Воложа спросили, почему он так долго молчал. Первое антивоенное заявление, которым предприниматель назвал вторжение в Украину варварским, появилось в августе 23-го. Многие мои сотрудники хотели уехать из России. Я не хотел подвергать их опасности. Мне пришлось ждать, пока ситуация несколько стабилизируется. Если бы я с самого начала сказал то, что думал, мы бы сейчас оказались в другой ситуации. Наверное, мы бы сегодня здесь не сидели. Теперь создатель Яндекса высказался более подробно. Я всегда считал, что эту войну вообще не следовало начинать. Это варварство, и Украина платит за него страшную цену. Война также знаменует конец эпохи в развитии России, говорит Воложа. Предприниматель назвал февраль 22-го переломным моментом и признал, что прежде приходилось идти на компромиссы. Например, компромиссер он назвал работу Яндекс.Новостей. Топ заголовков все последние годы отражал исключительно кремлевскую позицию с началом войны про военную. Однако Волож отметил, что в 22-м продал Яндекс.Новости. Бизнесмен всячески подчеркивает, теперь он отделился от России. Впрочем, определение «израильский предприниматель, родившийся в Казахстане», стало мемом еще в августе 23-го, когда Волож вычеркнул Россию из официальной биографии. В разговоре с Сашей Пигелем, ей этому издали он дал интервью, он теперь рассказывает о новой компании. Невиус рассуждает, как она будет заниматься предоставлением инфраструктуры для технологических компаний и как он будет строить новый бизнес в 60-м. Обсудим с нами на связи Евгений Чичваркин, владелец гидонизм Вайнс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в этом интервью Волож, среди прочего, дает объяснение своему молчанию, мол, боялся сотрудников, при этом опять же подчеркивает, что нынешние коллеги еще с февраля 22-го не хотели нести ответственность за преступную войну, да, и многие действительно уехали, сотрудники Яндекса. Почему на самом деле, на ваш взгляд, Волож молчал? Насколько это объяснение легитимно? Ну, если посмотреть на меня, на Олега Тинькова и на Воложа, то здесь абсолютно четко прослеживается, это абсолютно объяснимая тенденция. И она ровно у каждого коммерсанта, за редчайшим исключением, есть. А кэшился, деньги пришли, рот раскрылся. Пока деньги не пришли, рот не раскрылся. Все очень просто. Даже если пришли маленькие деньги, большие деньги, неважно, сделка закрыта, рот раскрылся. Силка не закрыта, идем на компромиссы. Так как высказался Тиньков, так как высказался сейчас Волож, думает 80% плюс российских предпринимателей. Они ненавидят Путина и войну, считают их грабителями, хунтой. А в ужасе от них будут дальше молчать, пока есть еще какая-то возможность получить какие-то деньги. Потому что это предприниматели, и они зависят от денег. Про команду загонять не нужно. Лирика лишняя. Оказывался, почувствовал себя свободным, почувствовал себя человеком, даже если оказывался за три копейки. Никакого другого объяснения можно даже никого больше не спрашивать. Я утверждаю, что все только так и никак по-другому. Но при этом мы видели, что тот же Олег Тиньков гораздо раньше в своих соцсетях высказывался уже после сделки. Действительно, он в интервью Дудю рассказывал детали. И, в общем, признавал, что пришлось отдать компанию за бесценок. Этого мы, например, у Волжи не видим. Да, но знаю, значит, была длиннее сделка. И действительно кто-то там был, кто очень важен для него. Я абсолютно это тоже допускаю. Но в целом звучит так. Уехал, ничего там больше не свербит, и тогда можешь говорить. Еще раз, когда Путин помрет, режим рухнет, и не будет опасности преследования. За эту фразу 80% плюс предпринимателей скажут, что мы жили в Хунте, это было худшее время. Это грабители, твари. Мы всегда поддерживали Украину, тихоря что-то платили с офшорки через крипто-кошельки. Вот будет так. И большие предприниматели, и маленькие, за редким исключением упоротых дебилов, и тех, кто участвует в поставках военно-промышленный комплекс, ненавидят Путина, ненавидят эту власть, потому что их постоянно грабят, насилуют и грабят. И чем дальше, чем грабят больше. Скажите, а вот как бы вы описали со стороны, если при этом, зная, может быть, какие-то подробности общения, скажем так, большого бизнеса с властью, каким образом существовал Яндекс последние два с половиной года, с начала большого вторжета? По-моему, вроде что Волож просто отдал компанию на откуму государства, пока проводилась эта длинная сделка. — Смотрите, в 2009 году, или в 2010 году, немного лирики уж, простите, Путин приехал в Сыктывкар. В Сыктывкаре один из известных блогеров местных, говорит, все дороги перекрыты, когда этот, но он использовал слово, грубое слово, обозначающее гей, хотя давно уже ушло это значение, в слово на букву «П» в отношении Путина, когда этот «П» уже уедет отсюда. И это стало популярным настолько, а тогда еще не модерировались новости в 2009, и после этого пришли подразделения «К». И когда пользователи ищут, такой есть под топ-новостями Яндекса, там было написано «Путин», и у меня где-то был сохраненный даже скриншот, потому что я понял, что такого больше не будет. Туда действительно высадились эти люди из админки, из 2010 года, точно, может быть, раньше, с 2009, то точно с 2010 года. Все новости, все идет строго в соотношении с линией партии. То есть они зашли на контроль вот тогда. То есть, в общем, можно говорить о том, что это было гораздо раньше. Вот отдельно хочу отметить цитату Аркадия Воложа, такая, да, как вот саморефлексивая, как можно это описать, да. Нам приходилось идти на компромиссы, и мы всегда надеялись, это временно, но мы не могли изменить общую тенденцию в стране. Говорит Волож, насколько вы верите в данном случае его словам? Абсолютно 100%. Мы не могли тоже изменить компромиссы, мы тоже думали, что это временно, и тоже нам считалось, что мы не влияем на общую ситуацию в стране. Как бы мы не пидалили либертарианство учения Айн Рэнд против репрессивной машины, против Путина, КГБ и его вот этих друзей, и в целом может выстроиться только другая сфера держава и его остановить. А предприниматели российские, они как карельские березки во время шторма жмутся к камням холодным и выживают. Вот мы знаем, что еще в марте Евросоюз снял санкции с Аркадия Воложа, и теперь он всячески иду этого, на самом деле, после начала войны подчеркивает, что никак не связано с Россией, как вы считаете, удастся ли ему теперь построить такой новый бизнес, независимо от России, за границей, не опасаясь в данном случае давления со стороны западных каких-то структур? Ну, вы знаете, можно сделать структуру никак не связанную с Россией, с Европой и прочими странами. Если его нет в списке в США, то все исполнимо. Он талантливый, я уверен, что все получится. Считаете ли вы, Евгений, ситуацию с Аркадием Воложем таким примером, что ли, или даже сигналом для... Это важно, чтобы все видели, все, кто смотрит сейчас канал, что все, кто зарабатывает деньги в России, в целом к властям относятся вот так. Это то, как оно есть. Я имею в виду пример, в каком смысле, да? То, что там связаны, кто-то боится, кто-то уехал и не будет говорить, потому что будет бояться, что приедут и найдут, и что-нибудь сделают. Или там, не знаю, родители не хотят уезжать, или еще что-то там. Дом не хочется продавать, хочется дождаться, пока сдохнет, и потом прийти, приехать и пожить. Вот, и молчат. Но думают все абсолютно так. Я имею в виду примером, в каком смысле, да? Все-таки, опять же, вы упомянули в начале случая с Олегом Синьковым, который гораздо раньше, гораздо радикальнее высказался, да? И, собственно, он все это последствия. Ну, тут можно обсуждать детали уже и причины этого, но тем не менее. Вот мы видим, что Аркадий Волш молчал долгое время, отдал свой бизнес, если можно так говорить, власть, уехал без преследования силовиков, и вот завершил спокойно сделку и начал говорить, да? Можно ли это считать таким примером для других бизнесменов? И насколько это теоретично, в том числе и по отношению к своим сотрудникам? Это не самый плохой пример. Ну, он трагматичный, и когда человек выдохнул, и, наконец, может жить, говорить и думать так, как хочется, это в целом большое счастье. И эта свобода, она дорого стоит. Кому-то 90% потери компании, кто-то 80% потерял. И чтобы мочь спокойно говорить, когда хочется, и на любую тему. Это важная свобода, которую Путин и его окружение у нас украли. Ну, что ж, будем надеяться, что, может быть, Аркадий Волжин расскажет еще больше. Теперь спасибо. Это был Евгений Чичеваркин, владелец гиганизма Вайнс, о первом большом развернутом интервью с основателем Яндекса Аркадия Волжа с начала полномасштабного вторжения в Украину. Здесь и сейчас.